Привет, друзья! Вы смотрите МКЖ. Моя круизная жизнь. Это рубрика «Ответы на вопросы». И сегодня я отвечу на, так уж получилось, несколько вопросов. Есть ли свободное время, когда работаешь на круизном лайнере? Можно ли работать дополнительно? Конечно, если есть время. И какие привилегии есть у музыкантов, танцоров, в общем, отдела интертеймент? Один из моих хороших друзей задали мне вопрос, на который я хочу сейчас ответить. Это касается работы на круизном лайнере. Прежде всего хочу вам напомнить, что я работаю музыкантом. Поэтому я не знаю тонкостей всех профессий, которые есть на судне. Их, я уверен, десятки-десятки. Поэтому буду все рассказывать с позиции своей позиции. Под словом «позиция» я подразумеваю свою профессию, потому что «position» — так она и называется на английском языке. Так вот, вопрос заключался в следующем. Хватает ли мне времени для того, чтобы заниматься своими делами, чтением, самосовершенствованием, еще чем-то, какими-то хобби? Да, мне хватает. Более того, я хочу сказать, что я больше провожу времени, занимаясь своими хобби и своим самосовершенствованием, чем даже работой. Потому что нам приходится работать в среднем около 3,5-4 часов в сутки. Это именно активно работать. Это выступать, какие-то репетиции. Нередко к ним добавляются еще какие-то тренинги, дриллы, что-то еще в таком духе, что, по большому счету, картину не меняет. У нас достаточно времени. Могу с уверенностью сказать, что некоторые позиции, некоторые профессии не обладают такой гибкостью графика, как у нас. Даже не гибкостью графика, а просто таким количеством свободного времени. Допустим, бедные официанты, которым приходится целый день стоять на ногах, обслуживать людей. Более того, им нельзя, допустим, повернуться, пообщаться со своим собеседником, который подойдет их, спросит, как у тебя дела там или что-то еще. Начальство сразу подойдет к нему и скажет, что ты делаешь? Работай. Более тяжело приходится ребятам, которые, к примеру, механики, которые работают с деталями, со всякими механизмами, которые находятся, к примеру, на втором этаже, в такой топке, в такой жаре. Если мы еще находимся в местах, где все кондиционируемое, поддерживается постоянно комфортная температура воздуха, то им, конечно, приходится не сладко. Что уж говорить о свободном времени. А музыкантам на круизном лайнере быть очень даже хорошо. Также я знаю, что у разных компаний, которые предоставляют работу на круизных лайнерах, разные условия. Допустим, к примеру, Princess Cruise Lines, по отзывам многих моих знакомых музыкантов, это одна из самых лучших компаний, я имею в виду, самыми лучшими условиями для музыкантов. К примеру, из преимуществ, которые мы имеем, это, допустим, доступ к пассажирской столовой. Мы можем немножко отдельное время от всех людей приходить кушать еду, которая на порядок лучше, чем, допустим, в обычной крюшной столовой, потому что это все делается для пассажиров. По высшему разряду лучше выбор. Может быть, что-то даже поинтереснее, посвежее. Хотя все, в принципе, на нашем судне свежее, все хорошее. Я даже уверен в том, что бояться по поводу того, что может быть что-то испорченное, вообще не стоит. Также музыканты имеют возможность выходить в пассажирские зоны, чего нельзя сказать о других профессиях, тех же наших техниках, грузчиках, каких-нибудь посудомойщиках. То есть достаточно нам для этого одеть в соответствии с дресс-кодом на текущий день. Допустим, если это Smart Casual, необходимо одеть в нашем случае, допустим, брюки или шорты, которые не цвета хаки, не джинсовые. Это закрытая обувь, то есть с закрытыми тосками, чтобы не было видно пальцев. И это футболка или рубашка с воротником. Вообще принятый стандарт такой, что мы должны ходить в черных рубашках, в черных брюках. И когда мы выступаем, кстати, мы тоже выступаем в черных рубашках, в черных брюках. Если дресс-код у нас Smart Casual, то это все, что нам необходимо. Кстати, также мы носим бейджик с эмблемой нашей компании, бейджик с нашим именем, в котором написана наша позиция также, и страна, из которой мы, собственно, приехали. Поэтому можно смотреть и знакомиться с разными людьми, которых мы встречаем. Я имею в виду крю. Поэтому если одет по дресс-коду, есть возможность выходить, прогуливаться по 7-й, 8-й деке, по 14-й, да в принципе везде, где угодно. Пожалуй, кроме только пассажирских кают, потому что, ну, их, понятное дело, нам посещать нельзя. За этим очень строго следят, и за это увольняют с работы. Нельзя, чтобы пассажиры были в наших апартаментах, и нельзя, чтобы мы были в пассажирских апартаментах. До сих пор ощущаю вот это ощущение песка карибского. Он такой зыбкий. И очень интересно, видно, что сам вот этот песок гладкий, который облизывает морские волны, что он пористый. То есть он гладкий-гладкий-гладкий, и сверху начинаются такие вот маленькие дырочки. Возникает вопрос, почему? Ответ пришел сам собой. Когда волна захлестывает наверх, и когда она опускается вниз, вот во время этого момента видно, как пульбашки просто выходят из вот этих маленьких пор. Это прекрасное зрелище. Такая картинка, которая полным-полно в нашей жизни, которую главное вовремя рассмотреть. Я вам рассказывал о наших полномочиях и о наших, как бы, привилегиях, допустим, музыкантов. Это касается, кстати, не только исполнителей, вот нас, музыкантов, играющих, а также о наших танцоров, которые танцуют. Их здесь много. Это касается также нашего каста. Это наши ведущие, вокалисты, которые поют, участвуют в наших всех продакшн-шоу. Это также касается наших стейджменов. Это техническая команда, которая занимается оснащением сцены, светом, музыкальным оборудованием. То есть это наши трудолюбивые пчелки, наши муравейки, которые целый день трудятся для того, чтобы мы просто пришли и за полчаса сделали шоу. Кстати, я об этом говорил уже раньше, но я хочу еще раз вам сказать, что обожаю просто, обожаю этот порядок. Нам необходимо прийти только за 10 минут до выступления. Это главное требование. За 10 минут до выступления мы пришли, поставили ноты, пам-пам, проверили инструменты работы. Хорошо, очень хорошо. Иногда у нас бывают саундчеки, когда приезжают исполнители, когда надо попробовать что-то. Но я веду к тому, что нам не нужно самому тащить комбик откуда-то. То есть протягивать все шнуры, розетки, думать об этом, пыжиться. Когда мы приходим на сцену, у нас уже все готово. Мы должны только шевелить пальцами и мозгами. Для всего здесь есть нужный человек, который по-нужному обучен делать нужные дела в нужное время. Распорядок дня у музыкантов примерно следующий. У нас есть разные музыканты, допустим, классическое трио, кавер-команда, пианист-певец, просто пианист, который играет в соло-концерты. И есть наш шоу-бэнд. И наш расклад приблизительно следующий. Играем мы в основном по вечерам. То есть если у нас, допустим, шоу в 7 часов или, допустим, в 8 часов, то повторное шоу будет в 10, к примеру. А если надо 3 шоу влепить, если много посетителей, тогда они, к примеру, в 8, 9, 30 и 10 с чем-то. 10, 50, наверное, какое-то позднее. Суть дела не меняется. Я говорю, приблизительные цифры для того, чтобы показать, что, в принципе, у нас первая половина дня довольно свободная. У нас бывает время от времени дикси-отделение. Это когда мы играем в дикси-джаз, всякие хеллоу-долли. Обычно все тренировки, которые касаются безопасности, которые касаются наших обязанностей во время спасения пассажиров и судна, они проводятся в первой половине дня. У нас предостаточно времени для того, чтобы заниматься, чем мы хотим. Как я уже говорил ранее, я нашел себе дополнительную работу, которая плачется 10 долларов в час. То есть 4 часа, когда ты свободен, поделал что-то еще, получил плюс 40 долларов. Вот, пожалуйста, 8 дней дополнительной работы, подработки по 4 часа, позволяет купить вот такую камеру, которую я сейчас держу в руках. GoPro Hero 3 Plus со всеми прибамбасами. У меня есть также крепление на голову, я купил дополнительную батарею, на всякий случай карточку на 32 гигабайта. Если есть свободное время, то почему бы не потратить его на то, чтобы позволить себе то, что очень хотелось. Вот, к примеру, эту камеру я хотел купить себе уже, наверное, полтора или два года. Она дает определенную свободу для записи, а в творчестве очень важна свобода. На данный момент у меня две подработки. Первая подработка проводится в портовые дни, как сегодня. Это костюмированная вылазка и фотографии с пассажирами нашими. А вторая подработка – это регистрация посетителей творческих аукционов. То есть люди приходят на аукцион для того, чтобы купить какие-нибудь картины. А я регистрирую их, когда они приходят. Также предлагал людям угадать стоимость картины Пикассо. Одна из копий. Единственная подсказка была о том, что картина стоит меньше 100 тысяч долларов. Очень мне понравился процесс регистрации людей на аукцион, потому что это такой хаос. Мы стоим возле входа за столиком, нас двое. И нам помогала еще одна девочка. Нас было трое, получается, сначала. Потом осталось двое, потом я остался один. И наша задача заключалась в том, чтобы люди, которые приходили, чтобы сортировать их на разные условные кучки. Допустим, кто участвовал раньше в аукционах, кто не участвовал раньше в них. Вот кто регистрировался предварительно, допустим, за день, или кто новенький. Нам надо было в соответствии с этим оформлять их документально и вручать им их номерок, битнамбер, или как-то так он называется, и выдавать определенное количество купонов, по которым они имели шанс выиграть какие-то призы. То бутылку шампанского, то какой-то еще бонус. И самый кайф заключается в том, что выстраивается большая очередь. Люди ее соблюдают, но, к примеру, несколько людей уже что-то заполняют, и ты можешь общаться со следующими, чтобы не тратить время. Поэтому пару людей уже заполняют, с ними разговор запущен, стоит в режиме стендбай, обслуживаешь следующего человека. И, получается, надо совмещать уже диалог и с теми, и с теми, и с теми, держать в уме цифры каждого человека, заполнять их карточки и ничего не путать, потому что, если напутаешь, ну, кому нужны неприятности? Это как бы все касается денег, люди делают ставки. Чтобы их не подвести, чтобы не подвести нашу команду, надо быть очень внимательным. Ну и, разумеется, все это происходит на английском языке, общаться надо с людьми на английском языке. Некоторые не на этих спикеры, к примеру, у нас много сейчас отдыхающих, которые, допустим, как это сказать, индийской национальности, наверное, которые такие более мексиканской внешности, то есть, которые общаются на испанском. Есть люди, для которых родной язык португальский, поэтому они тоже общаются на английском не так свободно. Поэтому слышишь разные акценты, и надо найти вообще язык с каждым из людей. Более того, быть ко всем лояльным, тактичным и проявить каждому заслуженное внимание.